Сегодня в первой галерее Каспийска начала свою работу выставка под любопытным названием «Точка с запятой». В первую очередь она приурочена к Международному дню музеев, который по традиции отмечают 18 мая. Об экспозиции рассказала руководитель галереи и куратор выставок Джамиля Дагирова. Сегодня очень значимый день, очень символический. Сегодня Международный день музеев. А галерея уже настолько за 25 лет своего существования, настолько наработала опыт, знания, умения, коллекцию, что сегодня мы являемся тоже таким своеобразным центром музея современного искусства. Поэтому мы присоединяемся к этому празднику и все музеи обычно приурочивают к этому дню крупные мероприятия. «Точка с запятой» – это большой показ живописи, графики, фото и видео, сочетающий в себе работы как начинающих, так и известных дагестанских авторов. В экспозиции собраны более 100 работ 60 авторов, созданные в разные годы и представленные на площадках в Москве, Владикавказе, Майкопе, Ростове, Грозном, Таллине, Баку, Новосибирске, а также в городах нашей республики. Каждое имя – это бренд сегодня уже, они все известны. Хотя я как сторонник, вообще у меня концепция галереиного развития – это акцент на молодых. Я всегда привлекаю, у меня в каждом проекте, несмотря на его сложность, всегда присутствуют два-три имени молодых авторов. И здесь они тоже есть, на втором этаже, я им специально отвела место на втором этаже. Там шесть молодых художников, потенциально, которые уже проявили себя в разных проектах, но они еще студенты художественного училища. Побывав на выставке, нашей съемочной группе выпала возможность познакомиться лично с молодыми новаторами. Один из них – Муса Гайворонский. На кадрах видно одну из его ранних работ, которую он писал около двух лет в период с 2012 по 2013 год – карандашом. На картинах след на стене, от которой оторвали наклейку. Автор рассказывает, что идея пришла весьма интересным образом. Десять лет назад он просто фотографировал эти самые следы, а затем переносил самые необычные на бумагу. Изображение весьма своеобразное, но привлекающее внимание. Оно является результатом фантазии творческой личности. Помимо этого, Муса занимается созданием смысловых видеороликов, отражающих глубокий смысл. К примеру, этот видеоматериал показывает то, что часто происходит с человеком в современном мире. Это навязанные цели, идеи родителями своему ребенку, который вынужденно отказался от своих желаний и идет по уже начерченному пути. Адамы это понимают, что это достаточно юные идеи были, но не такие глубокие. Еще одна юная художница Дина Дагирова, студентка училища искусств, также рассказала о своем творении под названием «Онтология ковра». Это мои учебные семестровые работы. В принципе, я не планировала делать их в таких оттенках, но в тот момент мне очень захотелось сделать все черно-красным. И это связано с коврами. У нас было задание по дизайну сделать выставку ковров. И все начали чертить какие-то линии, какие-то треугольнички. Я подумала, что просто взяла кисточку в руки и сделала, наверное, вот его сделала и его. Отнесла к педагогу и педагог сказал, давай дальше, еще сделай. Дал мне картинки ковров и сказал, сделай по ним свой ковер. Я сделала. Каждая картина написана на эмоциях и чувствах, отмечает Дина. Это своеобразная арт-терапия, которая помогает освободиться от скопившейся внутри энергии. Вместе с тем девушка совмещает свою деятельность с развивающими занятиями для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть это аутизм, ДЦП, дауны. Им это очень помогает расслабиться. То есть мы берем кисточку, большой формат бумаги, начинаем на нем что-то малевать. Кто-то, кто уже немного понимает, что он делает, он находит там где-то силуэт. О, там лошадка, там домик, там человек. И это им очень помогает, допустим, эмоции. Какой-то водку от родителей получаешь за свое? Да. Они говорят, что ребенок более стал, ну, они же всего боятся отчасти, и как-то более свободно ходят на улицу, понимают, где он находится. И в обществе им становится немного легче. Это очень сильно на эмоциях работает. Вот именно эта техника. Как отметила руководитель галереи, данная экспозиция стала неким срезом не только большого временного периода, но и творческого. Этот показ обнаруживает и демонстрирует приоритеты, стили, жанры, показывает потенциал и перспективы современного дагестанского искусства. Попасть в галерею может любой желающий. Она находится по адресу Халила Васень в здании Росгидро. Вход с южной стороны. Выставка будет представлена до 31 июля. Не упустите и вы возможность насладиться современным искусством земляков.